МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У коммунистов 7 депутатских кресел УЛДПР, 4 и справедливую Россию в региональном парламенте представят только 2 депутата. В новом составе законодательного собрания всего 2 женщины. Тем не менее на выборах удалось значительно обновить областной парламент, как того требовал федеральный центр. В новом созыве сразу 16 депутатов, избранные впервые. Работа будет чрезвычайно плодотворной, поскольку все-таки в рамках фракции можно объединить мнение в единую струю и проводить ее уже непосредственно в жизнь. Что касается ближайших законов, то, естественно, самый важный, самый необходимый для принятия, это, конечно же, бюджет Омской области, без которого, собственно говоря, и область жить не может. Поэтому в ближайшее время как раз начинается консультация по этому вопросу, начинается изучение статей, на которые будут направляться финансовые средства, и в дальнейшем уже принятие бюджета Омской области. В Омской области в Государственной Думе 7-го созыва будет 6 представителей. Из них 4 единороссы Виктор Шрейдер и Андрей Галушко, которые победили в одномандантных округах, а также Дмитрий Перминов и Александр Жуков, которые прошли в Госдуму по портсписку объединенного избирательного округа. Планируется, что последнего Единая Россия выдвинет на пост первого вице-спикера Государственной Думы. Также в Госдуме будут заседать два представителя КПРФ – Алекс Молин и лидер омских коммунистов Александр Кровец. Содержание депутатов Советов местного самоуправления и муниципальных чиновников в 2017 году обойдется омским налогоплательщикам в 3 миллиарда рублей. Нормативы на оплату труда народным избранникам, работающим на постоянной основе, выборным должностным лицам органов местного самоуправления и муниципальным служащим, утвердил глава региона Виктор Назаров. Большая часть этих средств – миллиард 170 миллионов рублей – будут направлены на содержание чиновников мэрии Омска и депутатов Омского городского совета. Представителям местной власти сельских муниципалитетов достанется меньшее в зависимости от численности населения. Зарплаты госслужащих областного правительства в эту сумму не входят. В Омске стартовал отопительный сезон. Накануне мэр Вячеслав Двораковский подписал соответствующее постановление. Первыми тепло получат учреждения социальной сферы – больницы, детские сады, школы. После начнут подключать многоквартирные дома, в которых есть общедомовый прибор учета тепловой энергии. Примечательно, что в этом году начало топительного сезона стартовало раньше, чем среднесуточная температура опустилась ниже 8 градусов. По данным Департамента городского хозяйства, более 6,5 тысяч многоквартирных домов получили паспорта готовности к середине сентября. Однако, по данным Омской прокуратуры, не все так гладко, как в отчетах чиновников. Документы не в порядке, более чем у сотни домов Советского округа. Похожая картина еще в 45-ти многоэтажках Ленинского района. Однако, в мэрии уже отрапортовали, что город полностью готов к подключению тепла, и отопительный сезон пройдет без срывов и крупных аварий. И снова долги. Департамент финансов и контроля администрации Омска подвел итоги одного из аукционов по предоставлению средств для погашения долговых обязательств в условиях дефицита городского бюджета. Речь идет о невозобновляемой кредитной линии на сумму 400 миллионов рублей сроков на два года. На участие в аукционе заявились два претендента Банк «Северно-морской путь» и Совкомбанк. Оба снизили начальную стоимость со 100 до 92 миллионов рублей. Но СПМ-банк сделал это на полторы минуты раньше. Это и помогло ему стать победителем. Теперь банк должен будет предоставить мэрии на финансирование дефицита городского бюджета и погашение муниципальных долговых обязательств деньги под 11,5%. Новая пенсионная реформа будет выгодна только гражданам с доходами выше среднего. К такому выводу пришли эксперты, проанализировав очередные предложения федерального Минфина. Ведомство подконтрольное Антону Силанову предлагает новую систему пенсионных накоплений, главное отличие от которой в том, что накопительная часть пенсии будет формироваться исключительно добровольно. 22% страховых отчислений будут направляться только в страховую часть пенсионной системы. Однако, по мнению ряда финансистов, входить добровольно в новую систему у граждан на данный момент слишком мало стимулов. Так, глава Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков, которого цитирует коммерсант, обращает внимание, что средняя зарплата в России составляет 31 тысячу рублей, тогда как для формирования накоплений требуется доход в 50-60 тысяч рублей. Тем не менее, все сходятся, что реформа пенсионной системы необходима. Если поступления в страховую часть не будут расти в ближайшее время, выплаты пенсионерам начнут сокращаться. Нет, не готова. Объясню почему. Человек, не каждый человек имеет соответствующее образование, не каждый разбирается в банковских всяких там манипуляциях, поэтому лучше пусть этим занимается работодатель или также пенсионный фонд остается. Я считаю, что работодателям лучше этим заниматься, а накопительная часть пенсии, я не знаю, это все такое абстрактное явление, то есть воспользуемся ли мы потом этой частью, или наши дети, или что, в нашем государстве с этим шутить. Естественно, если будут хорошие доходы у населения России, то будет с чего откладывать, вот это вот прямая зависимость, я считаю. Нужно заботиться о себе самом, иначе пенсии будет считать копейки, поэтому я не готова откладывать на накопительную часть. В принципе, просто самая сложность, мне кажется, сейчас с накопительными, то, что нет окончательного понимания, что вообще нас ждет. Поэтому не вполне понятна система, и прозрачна для того, чтобы любому было доступно. Восемь из десяти опрошенных россиян считают, что живут в кризисное время. Как выяснил Евада-центр, 80% опрошенных граждан говорят об экономическом кризисе в России, а каждый четвертый из опрошенных уверен, что он будет продолжительным. Еще 20% думают, что экономические трудности продлятся как минимум пару лет. При этом два года назад только 61% россиян соглашался с утверждением, что в стране кризис. Тем не менее, в целом настроение у россиян вполне оптимистичны и половина опрошенных уверены, что проблем с зарплатой не возникнет ни у них самих, ни у членов их семей. Тем не менее, наличие задержки с оплатой труда отметили 17%. Сохраняется оптимизм у граждан и по поводу сохранения рабочих мест за собой или своими близкими. 44% точно не ждут сокращения кадров. И лишь 14% опрошенных говорят, что они уже идут. В общем, отмечают социологии, россияне по-прежнему слишком легко относятся к экономическим проблемам, не считают их глубокими и убеждены, что причины всех экономических проблем стоит искать во врождемом в отношении Запада к России. Поиски пушки времен гражданской войны продолжаются вторые сутки. Хотя ветераны обнаружили ее в РТШ еще год назад. Но то погода мешала, то уровень воды в реке был слишком высок. И вот теперь, когда настал наиболее удачный момент, к поискам подключились водолазы. А вот как на дне реки могло оказаться орудие сухопутных войск, теперь предстоит выяснить историкам-краеведам. Но одна версия уже есть. Во время гражданской войны железнодорожный мост был взорван. И вот как раз на этом месте была казачья станица, и там была переправа. Видать, вот эти пушки охраняли вот эту переправу. Так что, скорее всего, пушка принадлежала белогвардейцам. Для Омска находка просто уникальная. Подобных артефактов в России осталось всего четыре. Уже решено, что орудия передадут в музей Великой Отечественной войны, где недавно начали собирать коллекцию экспонатов, посвященных всей военной истории Омска. После реставрации пушку разместят во дворе музея. Выставить ее в зале практически невозможно. Орудие весит около полутора тонн, а его габариты больше, чем у этого 120-мм полкового миномета времен Великой Отечественной войны. При реставрации из пушки уберут всю ржавчину и постараются придать орудию исторический облик. Но это все планы, его еще надо отыскать. Аварийно-спасательная служба готова предоставить технику и водолазов еще на один день. Ипотечный рынок в России снова оживился. Об этом рассказал глава Сбербанка Герман Греф на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Во втором полугодии 2016 года россияне стали активнее обращаться в самый крупный государственный банк за потребительскими кредитами. А с июня начало расти число заявок и на ипотеку. По словам Грефа, если этот тренд сохранится, то в 2017 году уровень ипотечных ставок будет ниже 11%. Отмечу, что в Омске за 7 месяцев этого года банки выдали 6200 ипотечных кредитов на общую сумму 8,6 миллиардов рублей. В Омске продолжается осенняя приемка детских садов в традиционное мероприятие, проходящее к началу каждого учебного сезона. Акты готовности должны получить 184 дошкольных учреждения. Специальная комиссия, в состав которой входят сотрудники Департамента образования и администрации города, проверяют состояние помещения, энергосистем, готовность пищеблоков и медицинских кабинетов. Кроме того, оценивается методическая база детских садов, наличие достаточного количества игрового и спортивного инвентаря в соответствии с самих педагогов, требованием государственных образовательных стандартов дошкольного образования. При этом чиновники из Департамента образования даже не скрывают, что помещения ремонтируют родители юных омичей. Участие родителей в ремонте детских садов сугубо добровольное. Никто не вправе заставить омичей, красить веранды и наводить порядок в группах. Редактор субтитров А.Семкин